Привет всем, с вами Хомиш и знаете, я решил затронуть одну интересную тему, почему же в нашей игре нету фугасных премов, ведь это и правда так, это как по мне проблема все-таки. Ведь фугасные танки всегда доставляют большой кайф, тебе по сути не обязательно брать много голды, да конечно можно, если это кумули например, ну на всякий случай, но все равно ты по сути заряжаешь больше фугасов и всегда наносишь урон, то есть всегда, без разницы куда ты стрельнешь, урон пройдет хотя бы какой-то максимум, только если это какой-то супер бронированный танк, ну например на Т49 стрельнул куда-нибудь там сотки в ВЛД и может ничего не пройти совершенно, но вероятность этого все равно крайне мала и это я считаю проблема, потому что все-таки нашей игре нужны фугасные премы, такими можно назвать арту Сикстон и левшу, потому что они действительно фугасные, но это ведь арта, ну и еще что-то более-менее приближенное это СУ-100У, но все равно это не то, а какой-то фугасной машины ее просто нет, я одного не понимаю, почему разработчики над этим не задумались, многие бы лично очень кайфанули, если бы что-то такое появилось, даже если это например будет трофейный шерман у советского древа со 105 мм, тоже будет неплохо, качаешь себе советский экипаж на американском шермане, все вполне себе прикольно и правильно, потому что американские шерманы были у советских танкистов и они им очень нравились, не больше конечно чем валентайны, но все равно нравились, и вот это как по мне проблема, если захотеть, то можно много машин найти, которые уместятся на место фугасного према и без разницы какого уровня, пускай даже восьмого, все равно будет очень прикольно, я бы например с радостью покатал какую-нибудь фугасную 152 мм ПТшку, тоже очень прикольный дикий фан, видишь борща сносишь одним выстрелом, я считаю шикарно, да и геймплей особо не ломает, ведь все равно есть шанс того, что гуслю прилетит и все такое, но как мы все понимаем, скорее всего для разработчиков это просто невыгодно, ведь голдовые снаряды покупать никто не будет, а ББшки тоже никому особо не будут нужны, и тем более фугасы, они ведь самые дешевые снаряды, поэтому, как мне кажется, в плане экономики для разработчиков это просто невыгодно, но тут есть компромиссы, в принципе все можно исправить буквально парой несложных задач, например берется любой фугасный прем, например кстати с 7 уровня, потому что как мне кажется, блин, да на 7 уровень можно накидать кучу премов, и это будет выгодно, продавать их по 5-6 тысяч, и народ их будет покупать, если это будет что-то годное, например как было с Е25, а тут в итоге имеется, у нас на 7 уровне премов почти нету, вот даже когда я делал розыгрыш, я это понял, так как человек выиграл себе прем 7 уровня, но решил вместо него взять голду, потому что на 7 уровне толком ничего нет, и вот, например, берется 7 уровень, да какой-нибудь, ну допустим какая-то фугасная ПТшка или СТшка, пусть будет американская, например, со 122 мм фугасницей, где в виде фугасов будет что-нибудь 650 альфы, например, где-нибудь там на 70 пробития, в принципе прикольные фугасы, плюс-минус неплохие, но не отличные, но если будет эта машина льготная, то в принципе неплохо, добавляются голдовые кумулятивы, у которых пробитие, допустим, ну около 200, 190, 200, в принципе этого хватит на 8 уровне, может быть 210, 220, и добавляются еще, например, какие-нибудь другие снаряды, например, ББшки обыкновенные за серебро, либо альтернативный вариант фугасов, Например, простые фугасы будут бесплатные за серебро, кумулятивы будут тоже за серебро, но достаточно дорого, да, и в виде третьих снарядов имеются фугасы, у которых больше сплэш и, например, даже больше урон, потому что они, ну просто мощнее, и все по сути профит, народ себе заряжает фугасы, кумулятивы, например, не всегда радуют человека по той причине, что пробития не хватает, либо в гуслю влетает, поэтому он заряжает голдовый фугас, у которого хорошее пробитие, ну например, хэш, кстати, если пробитие, то тоже будет неплохо, И пытается заехать врагу либо в корму, либо выцеливать какие-то картонные машины Шанс пробития даже будет больше Например оставить те же 600-650 альфы, но пробитие сделать не 70, а допустим даже 120 Что кстати много для фугасного снаряда И тогда народ точно будет покупать такие хэши Ну либо уже просто оставить кумулятивы И упростить задачу, просто дать им пробой где-то 220 мм вместо 170 у сребряного варианта И все, народ себе покупает кумули и вообще не парится Ну в любом случае есть компромиссы и их можно сделать Будь то СТ-шка, ПТ-шка, что угодно Классно будет, я считаю, ну блин, ну как это без фугасных премов играть в танки Я считаю, ну вообще жесть какая-то То есть чтобы покатать какую-то фугасную машину я должен ее выкачивать и катать А в виде према должен только на ББ-шках ездить, либо голду заряжать Не, ну это не серьезно и как по мне очень неправильно по отношению к игрокам Можно было бы даже что-то такое сделать за ЛБЗ например на место седьмого уровня И все потому, что ЛБЗшные премы они не фармят А тут например на тех же фугасах можно будет хотя бы в плюс выходить Ну в общем мы мою мысль поняли, я считаю, что я в какой-то степени прав Ну а что вы думаете, обязательно напишите в комментариях И предлагайте ваши темы для подобных роликов Ведь это рубрика пара мыслей С вами был Хомиш, подписывайтесь на мой канал Ждите всяких розыгрышей моих других роликов Ну и вступайте в мою группу ВКонтакте Там бывает много всего интересного Удачи вам, успехов, ну и до новых встреч Надеюсь у нас появятся фугасные премы хотя бы в ближайшем будущем Субтитры сделал DimaTorzok